Дорогие друзья, здравствуйте! Я раз приветствовать всех из Дождливого Петербурга, что видно по моей картинке. Меня зовут Филипп Березин, я главный редактор портала «Прианрун недвижимость за рубежом», и мы начинаем наш первый иммиграционный форум-вебинар «Гражданство, вид на жительство, переезд 2021 года». Собственно, в нашем формате, с одной стороны, нет ничего нового. Мы не раз и не два, собственно, даже на наших вебинарах, общались сразу с несколькими экспертами и общались с ними на примерно одну и ту же тему. Но вот именно по гражданству, по виду на жительство мы впервые решили вот так вот объединить коллег наших из разных стран, потому что, во-первых, эта тема сейчас безумно актуальна, и пандемия сделала ее еще более актуальной. Как переехать, если границы формально закрыты или почти закрыты? Во-вторых, мы столкнулись с тем, что вся многочисленная аудитория «Прианрун», вы, наши уважаемые слушатели, делитесь на две такие группы. Те, кто что-то знает о той или иной программе, и, соответственно, с этой программой хотят более-менее плотно работать, и те, кто находится еще в стадии выбора, и таких людей тоже очень много. И поэтому сегодня мы решили, сегодня и завтра в течение двух дней, мы представим сразу шесть программ, шесть схем, связанных как с получением вида на жительство, так и в общем с недвижимостью, поскольку во многих странах есть программы, где покупка недвижимости является шагом к получению вида на жительство и гражданство. Два дня работы, примерно 30-40 минут с каждым из экспертов мы будем работать. Сегодня у нас три дискуссии, три диалога. Я с удовольствием представляю нашу первую гостью Наталью Ковалева, руководитель отдела продаж компании Real Estate Services из Греции. Наташа, привет, давай проверим связь. Да, привет, слышно меня? Доброе утро всем. Слышно, замечательно, видно, но, кстати, у тебя тоже как-то не очень солнечно. Да, я, кстати, хотела сказать, да, из не очень солнечной Греции, привет из не очень солнечной входит о веке Греции. Ну что ж, это немножечко грустно, но я думаю, нас это глобально не сильно расстроит. Еще пара объявлений перед тем, как начнем. Объявление номер один. У нас уже работает чат. Если у вас есть вопросы к экспертам по той или иной стране, задавайте их, пожалуйста. Постараемся на все вопросы ответить здесь. Если на какие-то ответить не успеем, ответим чуть позже в рамках статьи, которая у нас тоже будет опубликована на Брианру. Второй момент. Запись вебинаров тоже, безусловно, будет, и вы все ее получите. Мы пришлем вам записи вебинаров всех наших участников. Ну, там уж посмотрите, с кем, то есть какая тема вам наиболее интересна и кто из экспертов вам наиболее придется. Третье, что скажу. После Натальи, где-то минут через 35-40, мы будем общаться с Ольгой Катридж из компании Savills. Мы будем общаться о программе гражданства карибских стран. А дальше будем общаться с Юлией Годской, директор по продажам компании Apex Capital Partners. С ней будем говорить о программе гражданства Черногон. Вроде практически все сказал, все-таки нет, еще одно самое последнее объявление. Завтра вы получите новую ссылку, по которой тоже с 13 до 15 у нас будут вебинары. И я прошу сразу в чате опубликовать контакты Натальи, чтобы те, кто не мог, не может посмотреть весь вебинар, мог с ней связаться по завершении нашего вебинара. Наташа, давай тогда первый общий вопрос в двух словах о программе греческой «Золотая виза». Что это такое, как это работает, как давно, а я параллельно буду включать твою презентацию. Ну, давай. Во-первых, стоит сказать, что программе уже 7 лет. Была она открыта чуть позже, чем программа «Португали» в 2014 году. А то, что вы сейчас видите на экране, да, это результаты программы на сентябрь этого года. Буквально вчера получила данные по октябрю. Надо сказать, что количество подавших основных заявителей увеличилось на 200 человек и, соответственно, плюс 500 членов семей. Поэтому программа развивается очень быстро. Она возобновляет свои темпы, которые были, если честно, серьезно, скажем так, серьезно уменьшились в наш прошлый ковидный год. Поэтому я очень надеюсь, что в ближайшей перспективе мы догоним наших основных конкурентов в Португалию и сделаем вот это самое 10 тысяч, о которых португальцы не так давно заявили. Надо обратить внимание, да, что несмотря на то, что программа предполагает огромное количество там членов семьи, которые могут по ней подаваться, как мы видим, в среднем подается примерно 3 человека при покупке каждого объекта недвижимости. И основные потребители этой программы, этой золотой визы в Греции, это Китай, китайцы, граждане Китая. Соответственно, на втором месте это граждане Турции. Ну и на третьем месте россияне с членами семей. Безусловно, да, что-то хотел спросить? Залюшай свою мысль, потом спрашивай вопросы. Я начинаю тарахтеть, поэтому, если что, ты меня сразу перебивай, да, спрашивай, задавай вопросы. Давай об условиях программы. Друзья, напоминаю, если есть какие-то вопросы, какие-то нюансы или что-то хотите узнать более глубоко, сейчас самое время спрашивать. Итак, правило. Да, да, да. Самое интересное, что у нас есть по программе «Золотая виза» на сегодняшний момент, это самый дешевый, самый недорогой порог входа в еврозоне. Это 250 тысяч евро без учета стоимости налогов, сборов, которые идут при покупке объекта недвижимости. Значит, с точки зрения объектов покупки. В Греции можно купить как один объект, так и несколько объектов совокупной стоимостью 250 тысяч евро и выше. Это может быть и жилая недвижимость, это может быть и коммерческая недвижимость, в зависимости от того, ну, в каком поле, в какой плоскости лежат интересы покупающей стороны. То есть, условно говоря, можешь купить там условно домик для себя, плюс какое-то помещение там в бизнес-центре, если в сумме два этих объекта стоят больше, чем 250 тысяч евро, зеленый свет. Да, абсолютно верно. Соответственно, очень важная история, очень часто задаваемый вопрос по поводу долевой его собственности. Если это семья, находящаяся в официальном браке, то эти 250 тысяч можно разделить на двоих по 125 тысяч и, соответственно, в долях купить этот объект недвижимости. Если это, соответственно, не прямые члены семьи, в данном случае доля каждого должна составить 250 тысяч. Это важно, когда мы, соответственно, пытаемся примерить на себя разные варианты объекта. Что касается кому, кто получает вид на жительство, помимо основного заявителя, помимо собственника, ВНЖ получает его супруга, официальный или супруг, их несовершеннолетние дети в возрасте до 18 лет. Затем мы можем продлить для детей ВНЖ на 3 года до 21 года. И в этом году программу еще раз модернизировали, теперь у нас есть второе продление до 24 лет. Это очень удобно. Прости, правильно ли я понимаю, что ребенок до 24 лет просто по умолчанию считается иждивенцем? То есть тут нет такой истории, что он должен обязательно где-то учиться? Нет, 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 нет. Он не считается иждивенцем. Это просто право, которое прописано. В данном случае он может быть абсолютно самостоятельной единицей уже в это время. А, ну я это имею в виду, да. То есть возраст и все. Возраст, да, абсолютно. Больше никакой привязки. Плюс очень важно родители-владельцы с обоих сторон. То есть и муж, и жена, своих бабушек и дедушек тоже могут привязать к этой программе. И, соответственно, это дает возможность полностью всю семью вывести за границу для постоянного проживания, для отдыха и так далее, долгосрочного. Либо для, скажем, частичного проживания, работы между несколькими странами. Это тоже очень удобно. Что важно. В этом году появилось нововведение. По условиям этой программы, этого нововведения, теперь родители могут подарить недвижимость суммой 250 и больше своим детям. Условно говоря, у вас есть объект стоимостью 250 тысяч евро. Ваши дети достигли возраста 24 лет. И вы дарите этот объект детям. В результате и дети получают ВНЖ, и вы, как их родители, тоже самое продолжаете получать этот ВНЖ. Очень удобная история. Ну, то есть, по большому счету, вот эта такая маленькая хитрость, она позволяет... Закрыть вопрос, что делать, когда ребенку исполнилось 24 года, а ему по-прежнему нужен этот ВНЖ, ну, по каким-то своим причинам, скажем так. Хорошо. Скажи, пожалуйста, важный вопрос, связанный с продлениями. На какой срок выдается этот ВНЖ, как его продлевать, и что является условием для продления? Значит, единственное условие для продления – это подтверждающий сертификат, что недвижимость по-прежнему находится в собственности. Значит, продлевается это сейчас, до сегодняшнего момента. Каждые пять лет. Вы можете, собственно, все эти пять лет не находиться в Греции. Греция не требует ни единого дня проживания по этой программе. Вы инвестировали в недвижимость в Греции, вы получили бонус в виде вот этого ВНЖ. Хотите вы жить или не хотите, греческим властям совершенно все равно. Спасибо, что вы уже сделали. То есть в данном случае вы по прошествии пяти лет, где-то за три месяца до окончания срока ВНЖ, подаете на продление. Значит, при подаче на продление вы опять платите госпошлину, и это все. И дальше оно продляется автоматически. Что важно, греческий миграционный комитет сейчас открывает специальный онлайн-портал, и мы очень надеемся, что начиная с 2022 года все эти продления можно будет делать онлайн даже без вашего присутствия. Ну, то есть, условно говоря, заплатил, условно, пошлину. Заплатил онлайн, загрузил все документы, да, и, собственно, там карточка у тебя вышла, ты ее фактически просто получаешь. Давай тогда еще несколько слов, раз уж мы заговорили о базовых условиях работы программы, ее особенности, ну, скажем так, не связанные с вот этими основными правилами, да, то есть, что можно делать с этим ВНЖ, чего нельзя. Да, окей. Значит, важный вопрос, который очень часто возникает – право на работу. Права на работу по этой программе нет. Вы можете открывать компанию, вы можете становиться акционером компании, а тем не менее вы не имеете права на работу. С одной точки зрения это некоторым образом лимитирует ваши возможности, но, с другой стороны, я по своему опыту, как человек, который давно проживает за границей, могу сказать, что 95, если не 97 процентов иммигрантов, да, людей, которые переезжают за границу, они не работают по найму. Это люди, которые работают на себя, это люди, которые организовывают свой бизнес, либо это люди, которые работают на фрилансе, там же где-то, где они работали до сегодняшнего момента. Потому что, поймите правильно, подтвердить свой диплом в Евросоюзе – это достаточно сложная история. Нужно потратить годы для того, чтобы это сделать, для того, чтобы работать по профессии, а работу, условно говоря, уборщика или там обслуживающего персонала, ну, вы, наверное, вряд ли претендуете. Заплатить 250 тысяч евро, хочется, так сказать, хочется более богатый. Ну, разумно понимать. Кроме того, да, надо сказать, что пассивный доход рантье, да, аренды недвижимости, она выведена из основных типов деятельности отдельно. То есть любой человек, вне зависимости от того, имеет ли он ВНЖ, просто визу, является он собственником или нет, он может заниматься арендой. Это тоже большой плюс – туристическая аренда, долгосрочная аренда, ну, и любые вещи, которые, собственно, все, что мы подразумеваем под этим словом рантье, они в данном случае доступны всем. Давай тогда поговорим о позитивной стороне, ну, то есть, условно-негативная сторона греческой программы, она понятна, основная, о которой говорят, право на работу вы не получаете. Второй вопрос, нужно оно вам или нет, это уже каждый решает для себя. Теперь поговорим о том, что мы называем преимущество, то есть, что ты можешь, какие у тебя есть плюсы и бонусы. Да, ну, значит, во-первых, и из преимуществ, да, это действительно самый минимальный порог входа, самые минимальные пошлины, которые только могут быть на территории Евросоюза. Это 250 тысяч евро, пошлина за ВНЖ составляет 2 тысячи евро, мы попозже поговорим по поводу конкретно стоимости дополнительной, которую вы заплатите за получение ВНЖ. Значит, огромный бонус греческой программы – это кратчайшие сроки оформления и самый простой из возможных набор документов. То же самое есть отдельный слайд по поводу тех документов, которые нужны, но хочу вам сказать, что никаких справок и несудимости, никаких специальных визды, которые вы должны получать через консульство, которое находится в России, никаких специальных собеседований, ничего нет. То есть единственный раз, когда вы приходите в префектуру, это подача документов в то конкретное время, когда мы вам назначили рандеву, сдача отпечатков пальцев и буквально через несколько дней, дней в этом году мы действительно ставили рекорды, это было 9-10 дней, когда мы получали карточки, вы получаете свои карточки. Я просто еще раз тогда уточнить хочу. Вот ты говоришь, 1-3 дня, что изменилось в пандемии? 1-3 месяца, я говорю. 1-3 месяца, пардон. Что изменилось в пандемии? Я тебе расскажу, что в 2020 году, значит, по сравнению с 2019 году, в котором было выдано 3,5 тысячи золотых виз, за прошлый год было выдано всего 900 с копейками. То есть у нас, честно сказать, пропали очереди, в основном из наших основных конкурентов, граждан Китая, которые подавались во всех возможных префектурах, потому что сроки были даже несколько затянуты. Сейчас у нас все работает очень быстренько и нету никаких проблем. Хотя сезон, честно скажу, был очень активный. И в этом году, вот сейчас уже последних клиентов, бронируем им визит в префектуру сразу же вместе с выбором объекта. Уже записываемся на январь месяц 2022 года. Можно ли я уточню? Смотри, значительную часть процедуры ты же все равно можешь пройти, находясь в России. Ну, например, в России. Ты имеешь в виду покупки или подача больше? Ну, покупки и начало оформления. Можно все онлайн продать. В какой момент ты должен обязательно приехать в Грецию? Смотри, с точки зрения покупки, выбор, бронирование, покупка даже полностью, получение права собственности и регистрации в кадастре, вся эта процедура может пройти онлайн. Тебе не нужно приезжать, если у тебя нет такой возможности. Поставим елочку из России в Грецию, слава богу, отрезаем многих мест. Тем не менее, и сейчас возникают такие истории, когда люди все-таки хотят посмотреть онлайн, как минимум забронировать, а потом уже приезжать и смотреть на месте, что это такое. Что касается ВНЖ, к сожалению, нам нужно от вас в определенной форме сделанное разрешение для того, чтобы от вашего имени подавать в префектуре документы. К сожалению, потому что дать такую доверенность вы можете в Греции у нотариуса. Второй вариант развития событий – это консульство Греции в Москве. Не все полетят в назначенное время в консульстве в Москве, тем не менее, в течение пандемии консульство нам очень сильно помогало в этом. Мы действительно делали через консульство такие доверенности и подавали без вашего присутствия. Когда вы должны приехать в Грецию, это в любой момент времени после получения национальной визы ДЭК, которую мы получаем за вас, в течение 365 дней вы должны приехать, чтобы стать отпечатки пальцев. Скажи, пожалуйста, когда человек едет в Грецию, он уже уверен на 100%, что ему дадут лифт на жительство? Ты знаешь, работаем по этой программе 7 лет, ни одного отказа не было пока. Поэтому мне несколько сложно представить, по какой причине могут отказать по этой инвестиционной программе. Как я тебе говорила, в Греции не спрашивает даже справку о несудимости. Хорошо, давай тогда по поводу справок и по поводу пошлин отдельно с тобой поговорим. Ты знаешь, я бы еще на секундочку буквально вернулась назад. Вернемся. По поводу преимуществ. Наверное, я здесь не написала, но тем не менее, я хотела бы сказать вот что. Во-первых, при условии, что вы постоянно будете проживать в Греции, особенно последние три года, у вас есть возможность подать на паспорт через 7 лет на общих основаниях. На общих основаниях это значит через сдачу экзаменов по языку, знания истории и, соответственно, социального устройства общества. Насколько это жесткие экзамены? Ты знаешь, я его не проходила сама, поэтому не могу тебе сказать. Но он онлайн, соответственно, люди, которые сдавали ОГЭ, ЕГЭ и так далее, я думаю, они справятся с такими вещами. Условно говоря, это ответ на несколько вопросов. Да, нет, не знаю. Выбор из трех вариантов. Можно несколько нескромный вопрос. На каком основании ты сейчас находишься в Греции, если это совсем уж некорректно, не отвечает? У меня долгосрочный ВНЖ, 10-летний, да, но я что-то вот никак не дойду до паспорта. А хочешь? Не знаю. Как только сдам экзамены, я обязательно вам отдельно расскажу на вебинаре. Да, про экзамен мы просто с тобой, мы прям онлайн будем с тобой твой экзамен сфиксировать. Да, да, обязательно. И еще одно маленькое замечание по поводу преимуществ. Очень много общалась со своими клиентами, которые в конце концов сделали выбор, даже несмотря на то, что у них была недвижимость в Испании, скажем. И знаешь, что стало главным преимуществом в Греции? То, что греки не требуют сразу принятия налогового резидентства. То есть при покупке недвижимости в Греции на сумму 250 тысяч вы не становитесь автоматически налоговым резидентом. И это очень важно, потому что у очень многих испанских клиентов, которые покупали недвижимость там, соответственно, сразу возникает этот вопрос. Но там, я думаю, речь идет о той схеме, когда они получают вид на жительство не на основании покупки недвижимости за 500 тысяч, а на основании финансовой независимости. В этом случае ты должен жить там больше, чем 183 дня в году. Насколько я знаю, в том числе и при покупке недвижимости. Ну, это вот надо уточнить. Да, уточнить надо. Вот в данном случае вы не становитесь налоговым резидентом. Греция не интересуется вашими доходами, которые, соответственно, заработаны где-то не на территории Греции. Это тоже достаточно неплохое основание для того, чтобы жить и продолжать работать где-то. У нас несколько зрителей, даже несколько, десятков зрителей из Фейсбука сейчас находятся в должной трансляции. Просто я вот условно машу вам рукой, вы, к сожалению, не можете в чате написать. Но вот мне пришла одна, один вопрос чуть позже. Я, может быть, тогда просто... А, вопрос такой весьма-весьма формальный. Как получить, как получить, господи, презентацию Натальи? Ну, смотрите, простой вариант. Вот видите, info.sobachka.realtigris.ru. Напишите Наталье, я думаю, она с удовольствием эту презентацию вышла. Ты даже расскажешь. Я думаю, что даже мы ее выложим сегодня на сайт просто, в разделе новости на нашем, да, realtygris.ru. И ее можно будет смотреть, скачивать, как удобно. Давай перед тем, как я задам вопрос все-таки про стоимость оформления ВНЖ, вопросы первые от наших зрителей. Где в основном покупают недвижимость по этой программе? Есть ли у тебя данные? В какой части Греции или по всей стране? Ну, значит, во-первых, безусловно, Афины. Все, что касается наших китайских покупателей, это Афины. Практически на 99%. Мы работаем по северу Греции, по Салоникам, Халкидикам и все, что тут вокруг находится, плюс острова. Соответственно, мы достаточно активно продаем здесь, вот эту программу. То есть, это либо квартиры инвестиционные, либо это домики у моря, либо квартира у моря, как удобно. Следующий вопрос. Есть ли в Греции автошколы на русском языке? Вот уж вопрос. И можно сдавать экзамен на русском языке. Ура. А где такая школа? Что же они... Эти школы есть во всех больших городах. Раз в 3-4 месяца есть возможность сдать теорию на русском языке. Теория потрясающая, интересная. Я буквально только что готовилась. Да, вы это расскажи. Да, это целая история, могу отдельно рассказать потом. Ну, буквально... Какие вопросы, для примера, если ты 3 часа, 4 часа едешь за рулем, и что нужно сделать? Три варианта ответа. Первый – остановиться и отдохнуть. Второй – остановиться, отдохнуть и выпить кофе. И третий – остановиться, отдохнуть, выпить кофе и покурить. И какой правиль, прости, вот я немножко... Последний. Это Греция. Да нет, это шутка. Серьезно. Это именно так. Я совершенно не готов к такому экзамену. Я не курю, что мне тогда делать? Ну, тут надо с менталитетом работать. Это ж точно, немножко закурить. Я хочу рассказывать дальше про... Про, 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 про документы и сроки оформления. Да, касательно документов. Документы очень простые. Большинство из них мы можем подготовить в Греции за вас. Это все документы, которые будут касаться вашей, собственно, вновь приобретенной собственности. Из важных вещей. Значит, то, что вы должны сделать в России. Прежде всего, это свидетельство о рождении всех подающих на ВНЖ с апостилями. Что важно, апостиле ставится на оригинале свидетельства о рождении. Очень многих из нас, да, есть такие старые советские еще свидетельства о рождении в зеленых корочках. Очень просто сейчас по адресу места жительства где-то в моих документах в МФЦ получить дубликат свидетельства о рождении. Он выдается за сутки буквально. И на нем прямо сразу можно заказать апостиль. Это очень просто. Делается, ну, как минимум в Москве, в Санкт-Петербурге точно очень быстро. Наверное, в регионах чуть подольше. Тем не менее, сейчас это совершенно не проблема. Второй вариант – это свидетельство о браке. Тоже с апостилем, тоже на оригинале. Главная важная вещь – все апостилы ставятся на оригинале документов. Дополнительно ежегодно вы платите минимальную страховку, которая покрывает ваше социальное страхование. Страховка стоит где-то от 100 до 120 евро на человека в зависимости от возраста и набора заболеваний, где она действительно становится дорогой. Это после возраста 80 лет и старше. У нас было несколько случаев, когда очень пожилые люди оформляли ПНЖ, естественно, родители владельцев. Вот, начиная с 80 лет, стоимость страховки там 700-800 евро минимум. Дальше? Дальше больше ничего. Все остальные документы, они весьма простые. Тут есть список. Я думаю, что не имеет смысла. Ну да, перечитать. Окей. Некоторым вопросом обсуждать. Давай переходить к следующему слайду, где у нас расходы. Да. Это расходы, которые очень важны, потому что, насколько я знаю, у многих стран и стоимость получения ПНЖ, она, в общем, что называется, достаточно прайси. Значит, госпошлина за ПНЖ составляет 2000 евро и платит ее, собственно, владелец недвижимости. Что касается всех остальных взрослых членов семьи в возрасте 18 лет и старше, это 150 евро с человека. Производство вот этой пластиковой карточки ПНЖ – это 16 евро. Бюджетная страховка, я сказала, но услуги перевода документов, которые нам будут необходимы, там порядка 70-80 евро, и услуги юристов по подготовке всего пакета документов, подача от вашего имени, соответственно, забрать документы, потом переслать, они тоже здесь указаны. То есть примерно пакет услуг вместе с пошлинами, вместе со страхованием, вместе со всеми переводами на семью из четырех человек, я вчера примерно читала, получалось всего в районе 6000 евро. 6 тысяч евро, окей. Артем, видел ваш вопрос, обязательно через пару секунд ответим, уточним еще, вот Михаил задает уточняющий вопрос, видимо, прям уже у него руль в руках горит. Скажите, стаж в российских правах засчитывается? Нет, все с нуля началось. Так, следующий вопрос, интересует вопрос по расходам на содержание недвижимости. Артем, мы обязательно еще раз ответим на ваш вопрос, просто он как будет завершающий в нашем вебинаре, через несколько минут, вернее, не во всем вебинаре, а в беседе с Натальей. Вопрос по расходам на содержание жилой недвижимости, насколько велик размер налогов, есть такое понятие, как такса по договору управления недвижимостью в жилом комплексе, в некоторых странах ЕС, он велик. Да, он велик в некоторых странах ЕС, но не в Греции. Значит, налоги в Греции тоже весьма, скажем так, невысокие, примерно для понимания, да, мы говорим сейчас про халкидики, на которых мы активно работаем, это где-то 3 евро на квадратный метр в год. То есть, условно говоря, если у вас домик площадью 100 метров, то в районе 300 евро будет ваш налог. Дополнительно в счетах на электричество вы получаете каждые два месяца еще и муниципальный налог. Если просчитываете годовую стоимость, то это где-то евро-полтора евро в зависимости от префектуры тоже на квадратный метр. То есть еще где-то 100-150 евро. Итого максимальный налог будет в районе 450 евро на такой объект в Греции. Окей, давай теперь я попрошу тебя, ну, одно дело теория, другое дело практика. Все наши эксперты сегодня приготовили буквально по одному-два примера тех объектов, которые под ВНЖ можно купить. Понятно, что вариантов очень много, но какие варианты есть, давай сейчас просто посмотрим. Давай. Они у тебя здесь есть, а потом уже будем переходить к завершению. Итак, вот, пожалуйста. Да, да. Ну вот, очень симпатичный домик. Это классический дом, который можно приобрести как под собственное проживание, так под отдых у моря и, в принципе, под курортную аренду. Его плюсы составляют в том, что он находится в абсолютно симпатичном живописном сосновом лесу. Реально 150 метров от моря. Более подробно можно посмотреть на сайте. Там есть больше фотографий. Он полностью меблирован и оснащен всем необходимым. Значит, тут три спальни, две ванные комнаты. Есть еще отдельно цокольный подвальный этаж, который в основном используется как подсобный. Стоимость 310 тысяч евро. Вся инфраструктура пешком, кондиционирование, система отопления, вся меблировка, как я сказала, можно сдавать в курортную аренду достаточно легко, получая доходность порядка 4%. Значит, смотрите, или на Приане объект есть, или вот на сайте realtygreeze.ru, номер объекта 6933. Запишите. На Приане ссылка будет другая, мы тоже через некоторое время ее покажем. Смотрим следующий объект. Тоже очень похожий объект, скажем, ближе к цене золотой визы. Два дома осталось у нас в этом комплексе, остальные все проданы. Комплекс из восьми вилл, полностью закрытый, ворота на въезде. Есть два дома на продаже. В стоимости кухонная мебель и техника, встроенные гардеробные шкафы 600 метров от пляжа пешочком и где-то километр, может, чуть больше до ближайшего населенного пункта. Ну, тоже достаточно легко дойти пешком. Вот такой вариант. Участки порядка 5-6 соток. Окей, скажи, пожалуйста, вот если мы говорим о ценах на объекты, не получается ли все-таки в Греции так, что часть объектов стоимостью примерно от 250 подгоняют под цифру, если по жизни такой объект стоит дешевле? Ты знаешь, это было до какого-то момента, пока, в принципе, ценовая категория 250 не стала серьезно вымываться с рынка. Вот вчера, пытаясь сделать эту презентацию, я смотрела максимум лучшее из того, что осталось, потому что на сегодняшний момент уже, в принципе, очень мало объектов в ценовой категории 250. Сейчас в основном все, кто смотрит ВНЖ, смотрят 300, там плюс-минус 10 тысяч, 10-20 тысяч, 300, 320, просто потому что нет объектов. Очень активно эта ценовая категория ушла. Все, что строится новое, в этом году цены очень сильно подросли, новостройки подросли в среднем на 11%, вторичка где-то порядка 8%. Посмотрим, что будет в конце года, финально, да, цифры. Но, тем не менее, все новостройки, которые строятся, они уже стоят не 250, да, а сразу где-то 265, а может быть и больше. Я обращаю ваше внимание, что в чате мы как раз опубликовали конкретное уже название, не название, простите, ссылки на объекты. Вопрос от Юлии по поводу оккупасов в Греции, вот самозахваты есть? Нет, в Греции право собственности непреложно, да. А оккупасов нет. А оккупасов нет. Ну и я еще тогда попрошу опубликовать вверх контакты Натальи Ковалевой. Наташ, ну и давай тогда все-таки подводя некий итог в заключении, перед тем, как мы будем переходить, переноситься из Греции на Карибские острова, и будем общаться с нашими коллегами. Ой, тут вопросов как раз повалило, та, смотри, давай задавать тебе вопросы. Боже мой, боже мой, боже мой, боже мой, подождите. Значит, для оплаты открывается ли счет в Греции? При необходимости, да, можно открыть. Но не обязательно? Не обязательно, у нас есть наш коллега русскоязычный, который занимается этим полностью. Налоги иностранцам больше, чем в других странах? Нет, абсолютно одинаковые. Какими правами обладает обладатель греческого ВНЖ в других странах, не ЕС? Андорра, ну Андорра, почему-то Италия и Испания указаны, они-то как раз ЕС. Образование для детей в указанных странах и ликвидность указанных объектов, это два разных вопроса. Совершенно. Значит, смотрите, ВНЖ вы получаете в Греции, соответственно, бесплатное образование в Греции, бесплатное здравоохранение с вот этой минимальной страховкой, которую мы покрываем социальной. Все, что касается других стран, в других странах, если вы собираетесь проживать в Испании, вы должны получать ВНЖ Испании. И образование ваши дети смогут получить только если у вас будет ВНЖ Испания. А с греческим ВНЖ какое образование обладатель греческого ВНЖ может получить вред? Бесплатное греческое образование, имеется в виду и высшее, и среднее, оно бесплатно, в любой греческой школе вы можете учиться. Если вы хотите более качественное образование, в основном греки и сами своих детей отдают, и очень многие приезжающие отдают в частные школы. Частные школы есть греческие, есть, как всегда, система американских, английских частных школ. Ну, все зависит от того, какое будущее вы видите, рисуете своему ребенку, себе. Окей. Ну и тогда давай такой общий финальный вопрос. Вот, по сути, попробуем за те 30 минут, что мы с тобой проговорили, объединить это все в минутку-полторы и добавить все-таки. В чем основные преимущества греческого ВНЖ? Кому он подходит? Может быть, кому он не подходит? Тем более, что у нас сейчас такой, ну, я не называю это словом battle, потому что в итоге цель у всех примерно одна и та же. Но вот именно греческая программа, в чем ее суть и насколько активно и успешно она работает сейчас? Значит, смотри, ты мне вчера немножечко попросил подумать по поводу различия между нами и основными конкурентами, имеется в виду Испания, Португалия и так далее. Значит, с точки зрения проживания, с точки зрения работы, да, так как этого права нет. Наверное, я бы сказала так. Греческая программа меньше подходит для иммиграции, переезда на постоянное место жительства, ассимиляции в стране, работы, да, там и так далее. И намного больше подходит с точки зрения сроков, с точки зрения стоимости, во-первых, инвесторам, которые активно вкладывают деньги и хотят этот бонус получить. Во-вторых, тем людям, которые действительно готовят вот этот запасной аэротром, они не собираются переезжать сейчас, но они хотят иметь где-то у себя вот карточку ВНЖ, для того, чтобы иметь возможность свободно, соответственно, улететь куда-то, где-то переждать сложное время и так далее. Это прекрасное, мы не забываем, да, несмотря на то, что я менее эмоционально, да, рассказываю про Грецию, тем не менее не забываем, что Греция прекрасное место для отдыха. Поэтому с точки зрения дачников, которым нужно проживать в Греции долго, которые хотят там бонусом купить и там лодку зарегистрировать на себя, и машину и так далее и тому подобное, это очень быстро и просто. И вот последний из тех мотивов, которые сейчас очень сильно движут всеми, кто приобретает недвижимость, это быстрое получение свободы передвижения по миру. Имеется в виду наша ковидная реальность, показала, что волшебная комбинация греческого ВНЖ и русского паспорта дает возможность переезжать любые границы, хоть на машине, хоть на самолете, вне зависимости от того, что есть локальные локдауны, как бы тебя не имеют права не пропустить на место жительства. Соответственно, быстро, спокойно получить. В этом году через Грецию прошло огромное количество людей, у которых есть там, я не знаю, прекрасные дачи у теплого Лазурного моря, и которые никогда не задумывались про ВНЖ, потому что у них прекрасный бизнес в России. Тем не менее, они полтора года не могли туда выехать, а греческая программа – это самый быстрый вариант купить что-то, отдать это в управление и спокойно путешествовать и к своим яхтам, и к своим дачам, и куда угодно. Короткий вопрос от Ирины. А для пенсионеров, хорошо? Для пенсионеров, да. Для молодых может быть менее интересно с точки зрения перспектив. Греция все-таки страна такая достаточно несколько замедленная с точки зрения экономики, развития и всего остального в содружестве ЕС. А вот с точки зрения пенсионеров она, безусловно, идеальная, потому что климат, качество жизни, качество продуктов, соответственно, соцобеспечение на достаточно неплохом уровне, очень неплохая медицина, о чем говорят показатели по ковиду наши. Окей. Ну вот пошли уже повторяющиеся вопросы. Я думаю, мы вот Дмитрию просто кратко ответим, возможно ли получить ВНЖ на совершеннолетних детей. Да, возможно. И Наталья с удовольствием, я думаю, теперь уже в частом порядке вам расскажет. Наталья Ковалева, руководитель отдела продаж Real Estate Service компании из Греции. Контакты Натальи здесь есть. Наташа, спасибо тебе огромное. Спасибо. В ближайшее время еще обязательно встретимся и свидимся.